Здравствуйте! Ассирия, СГС Леш, называемая также Ассирийская империя, была Месопотамское царство и империя из Древнего Ближнего Востока, которая существовала как государство С, возможно, уже в 25, и краткий век до н.э. в форме город-государства Асур, до его развала между 612 год и 609 год до н.э. таким образом, охватывая периоды от раннего до среднего бронзового века и до позднего железного века. Этот огромный промежуток времени делится на ранний период, 2500-2025 год и год. до н.э. Древняя Ассирийская империя, 2025-1378 год и год. до н.э. Средняя Ассирийская империя, 1392-934 год. до н.э. Инову Ассирийская империя, 911-609 год. С конца 7 века до н.э., когда неоссирийское государство пало, до середины 7 века н.э. оно сохранялось как геополитическое образование, по большей части управляемое иностранными державами, такими как Акпарфянская и ранне-сасанитская империи между серединой двух века до н.э. и концом трех века н.э., во время которых возник ряд независимых ассирийских государств, таких как Адябина, Асроина, Бетнухадра и Бетгармаи. В заключительной части этого периода Месопотамия стала крупным центром сирийского христианства и родиной церковь Востока и Сирийская православная церковь. Греки, римляне, а затем арабы и османы также взяли под свой контроль ассирийские земли. Семитский спеакинг царства. Ассирия была сосредоточена на Тигре в Верхней Месопотамии, в современных условиях, на севере Ирака, севера, востоке Сирии и юго, востоке Турции. Ассирийцы правили могущественными империями в несколько периодов, составляя значительную часть большой Месопотамской колыбели цивилизации, которая включала Шумер, Акадскую империю и Вавилонию. Ассирия достигла пика технологических, научных и культурных достижений для своего времени. Примерно с 900 год до н.э. Ассирийцы начали кампанию по расширению своей империи и господству над другими народами. Они завоевывали, собирали дани и строили новые укрепленные города, дворцы и храмы. Посредством постоянной войны ассирийцы создали империю, которая простиралась от Восточной Ливии, Египта и Кипра в Восточном Средиземноморье до Ирана и от современной Армении и Азербайджана в Закавказе и до Аравийского полуострова на юге. Название Ассирия происходит от первоначальной столицы Ассирийского государства, древнего города Ашур, который датируется около 2600 года до н.э. Первоначально один из нескольких городов-государств, говорящих на аккадском языке, в Месопотамии. В 25 и 24 веках до н.э. ассирийские цари были пастырскими вождями. С конца 24 века до н.э. ассирийцы стали подчиняться Саргону Аккадскому, который объединил все аккадские шумера, говорящие народы Месопотамии под властью Аккадской империи, которая просуществовала с около с 2334 по 2154 год до н.э. После падения Ассирийской империи большая часть оставшейся части Ассирии образовала геополитический регион и провинцию точкой других империй. Хотя между серединой двух века до н.э. и концом трех века н.э. возникло лоскутное одеяло из небольших независимых ассирийских королевств, включая Ассур, Адиабени, Асроин, Бетнухадра, Бетгарма и Хатра, области Ассирийские подпадали под последовательным контролем Срединной империи от 620 до 549 год до н.э. Ахименидов от 550 до 330 год до н.э. Македонская империя, конец четырех, говека до н.э. Империя Селевкидов от 312 до 63 года до н.э. Парфянская империя с 247 год до н.э. по 224 год нашей эры, Римская империя, с 116 и по 118 год. Н.э. Иссасанитская империя с 224 по 651 год. Н.э. Арабское и исламское завоевание области в середине 7 века, наконец, растворена Ассирия, Ассуристан, область, которая к тому времени также включена и бывшая Вавилония, как единое целое, после чего остатки ассирийский народ, к настоящему моменту почти все христиане, постепенно превратился в этническое, языковое, культурное и религиозное меньшинство на родине Ассирии, сохранившись там до сих пор как коренное население региона. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.